Ну что, пока все подтягиваются, потихонечку я считаю, что можно начать разговор. Мы сегодня проведем про деньги. Меня по-прежнему зовут Ольга. Деньги, по сути, это энергия и тот атрибут, который беспокоит вообще каждого человека. Но кого-то он беспокоит больше, кого-то он никак не беспокоит, а кто-то его считает плохим инструментом. У меня с детства были сложные отношения с деньгами, но честно вам скажу, и работы у меня были разные. Работал на разных должностях и всяческие деньги зарабатывал, и большие, и маленькие, и средние. Но когда родились дети, я поняла, что на работу-то больше я ходить не хочу и начала зарабатывать через интернет. Это было 12 лет назад. А 6 лет назад я познакомилась с одним очень хорошим человеком, который в настоящей рантье путешествует по миру, зарабатывает на своих собственных деньгах, сколотил капитал. Потрясающе интеллигентная дама советской такой закалки. Ну, в общем, она меня ввела в мир крипты, можно сказать, в мир инвестирований. И тогда мы начали инвестировать в фонд, он работает до сих пор, но там был очень маленький процент. Там было 5-6 процентов меньше. Но по тем временам это были очень большие деньги. Я познакомилась с разными... Так, микрофончик. Там я познакомилась с разными людьми, которые тоже инвестировали с разным мировоззрением, разным капиталом. Но одно я усвоила точно, что если я деньги на работу не отправлю, то мне придется работать всегда. И не важно, это будет пенсия, не будет это пенсия. Если, допустим, мое хобби в месяц забирает 20 тысяч рублей, я должна понимать, что зарабатываю на жизнь и на свое хобби, соответственно, ту сумму, которая мне вот это все дело может покрыть. Деньги-то не маленькие, правда ведь? Но самое главное, я усвоила, что если хочешь брать кредит, его нужно брать правильно. Тогда, когда у тебя не просто есть деньги, а у тебя идет доход от твоих денег, у тебя капают проценты прибыли, и тогда ты берешь кредит, и проценты, которые ты должен банку, они составляют там, ну, допустим, половину от тех, либо меньше даже, от тех процентов, которые перечисляют тебе. Ну, грубо, как это происходит? Хотите вы автомобиль, например, за 3 миллиона денег? Вот. К примеру, ежемесячный доход, ежемесячный платеж ваш составит там 50 тысяч денег, да? Значит, соответственно, ваши деньги должны работать таким образом, чтобы эти проценты гасить, ну, грубо, ваш доход от капитала, от процентов, составляет 100 тысяч денег. Я специально ни в какую валюту не ухожу, чтобы просто у вас цифры оставались в голове. Вот. Таким образом, вы получаете доход от своих денег 100 тысяч в месяц. 50 тысяч вы платите кредит за эту самую машину. Таким образом, у вас и деньги работают, и на машине вы будете, и уже ездите, потому что, как мы помним, выезжая из салона, она уже теряет 20% стоимости. Вот. Этим тонкостям, и вот 6 лет назад я увлеклась этим очень сильно, действительно. Но крипта позволяет зарабатывать гораздо больше, чем фондовый рынок, чем на фиатных. Ну, понятно, что в банковском секторе мы вообще не будем сравнивать, потому что что такое 16% годовых, если у нас инфляция 18-20, да? Сколько это в день? Разделите эти 16% на 365 дней, и вы поймете, какой процент в день приносит деньги. А ведь люди действительно в банке хранят там миллионы, миллионы рублей и получают на них проценты. Когда сумма большая, то да, получается, что и денег вроде бы как прилипает больше. Но если посчитать в свете процентов, то это совершенно не то счастье, которое бы вообще хотелось иметь. Так вот, идеальный инвестор, на мой взгляд, тот инвестор, у которого есть несколько разных ручейков для закрытия потребностей. В первую очередь, ЖКХ, телефоны, интернет, вот это все оплачиваем. Есть какая-то сумма в месяц. Понятно, что летом меньше, зимой больше. Но мы все равно понимаем, что эту сумму надо платить. Значит, у меня должен быть такой ручеек, который точно эту сумму закрывает. Один вид дохода. И причем не от моей работы, не от моей деятельности. Трачу я на свое хобби 20 тысяч в месяц, к примеру. Значит, у меня должен быть такой источник, который мне зарабатывает эти 20 тысяч. Я совершенно спокойно могу себе это позволить. Кто-то платит ипотеку, у меня тоже была ипотека, покупали мы квартиру за 850 тысяч. Теперь она стоит 2,5 миллиона. Если кто-то говорит, что это невыгодно, ну, это выгодно. Но ее закрыли там за 5 лет. Ну, в общем, смысл в том, что нас не учили в школе считать. У нас нет преподавания финансовой грамотности. Вот у меня, у младшего ребенка, ну, как у младшего, уже 14 лет паспорт получил. Правда, не знаю, зачем им паспорт. Педагог, очень интересная, она следит за мной в Телеграме. У нас с ней как-то состоялся разговор, чем вы занимаетесь, спросила она. Я говорю, ну, я инвестирую, крипта там туда-сюда. Вот было бы здорово, если бы вы нашему классу провели какую-то лекцию, что-то показали, посчитали. Я говорю, ну, конечно, это можно было бы сделать, но все дело в том, что одноразово это не прокатит. У нас должно быть изначально в образовании заложено, а не когда мы уже в институт приходим финансово и грамотно. Ну, согласитесь, ребят, мало кто пользуется калькулятором сложного процента. Кто-то не умеет проценты высчитывать. Кто-то приходит и не понимает, там, допустим, я положу столько денег, а сколько это будет вот в деньгах, когда ему говоришь, ну, давай, допустим, возьмем 15% в месяц. Пусть твой источник приносит тебе 15% в месяц. А у тебя там 100 тысяч денег, сколько это будет в деньгах по окончании месяца. И люди не могут посчитать, к сожалению, к большому сожалению. Поэтому, ну, чего, ответственность лежит на нас. Нам самим надо понять, захотеть и начать развиваться. Вот в декабре я сделала еще один хороший такой большой шаг, который мне очень сильно нравится. Я себе за него благодарна, благодарна за то, что я увидела эту возможность. Я за 100 долларов купила доступ к чатам аналитики, к инвесторам. Здесь потрясающие ребята, которые инвестируют там 30 и 50 тысяч долларов. Здесь, в этом сообществе есть люди, которые действительно понимают, как из денег делать деньги. И при этом самим работать совсем по минималке. Вот когда теперь, спустя 5 месяцев, допустим, мне предлагают какой-то проект или компанию. Раньше у меня были одни вопросы, сейчас у меня другие вопросы. Раньше я задавала вопрос, а как быстро я выйду в безубыток? Что мне нужно сделать, к примеру, чтобы заработать 50 тысяч рублей там за 10 дней? И какая там партнерская программа? Сейчас я задаю совсем другие вопросы, когда ко мне кто-то приходит и говорит, о, пошли к нам, у нас там что-то новое открывается, намечается там. Где бубны, барабаны? Я говорю, хорошо, а мои деньги где будут находиться? Ну как где? Твои деньги будут на сайте, твои деньги будут работать в компании. У нас будут там, не знаю, фермы, ноды. Там будут начисления, там вот это будет когда-то, это будет потом, говорят мне. Я говорю, ну а сейчас-то что? А сейчас пока ты зови людей, подключай в бизнес, давайте. Мы там с 50 долларов будем миллионерами, такие все радостные. Вот, и я понимаю, что я вот в тот мир назад уже не хочу. А ведь 5 месяцев назад это было именно так, для меня, по крайней мере. Что я, давая свои деньги куда-то в работу, якобы ожидая от тех людей, которые продвигают свою компанию, может быть, они не виноваты. Ну, может быть, силы обстоятельств, не знаю, там, правительство, солнечные бури магнитные, или еще что-нибудь делают так, что их слова просто не выполняются. Ну, такое бывает. Что теперь? И сколько денег было потеряно в интернете? Наверняка, да, те, кто меня сейчас слушают, тоже скажут, да. А даже считать не стоит, потому что слезы крокодили, бывает и такое. Но я надеюсь, что больше этого, ну, не хотелось бы, чтобы это происходило и случилось. Поэтому я здесь сегодня рассказываю о том, что есть максимально безопасные методы. Он не гарант вообще ничего. Ну, сами понимаете, в нашей жизни никаких гарантий быть не может, да, в нынешних реальных ситуациях. Но если смотреть относительно инвестиций, доверительного управления, отдание денег третьим лицам для того, чтобы они их приумножали, тот метод, в котором я приумножаю свои деньги и потихонечку становлюсь рантье, потихонечку начинаю открывать несколько источников, чтобы они закрывали мне разные мои виды, там, потребности жизни и открывали в то же время новое, да, потому что я катер хочу. Нет, у меня катер. А живу я на Волге. И вот тот инструмент, который есть сейчас у меня, он позволяет мне спать спокойно, быть с чистой совестью, потому что все люди, которые приходят и начинают зарабатывать в этом инструменте, я понимаю, что они своими деньгами будут всегда. И если мне задают вопрос, а вы уже выводили? Я говорю, что я откуда должна вывести? Ну, вот откуда, что я должна вывести? Алгоритм, который… А, кстати, да, хотела вам еще сказать, что я хотела быть трейдером, я хочу быть трейдером, но у меня не получится и не получалось, как бы я не училась, я смотрела графики, у меня хороший аналитический ум, я могу многие факты сопоставлять, у меня очень быстрая реакция с одной стороны, с другой стороны это и мешает. У меня нет усидчивости, у меня нет дисциплины, у меня богатая фантазия, поэтому трейдером я стать не смогу априори, у меня вот это вот шило, оно не даст. Но я всегда понимала, что профессия трейдера в руках – это деньги каждый день, то есть у меня есть деньги, я могу вообще никому из людей ничего не рассказывать, партнерские программы все остановить, там, допустим, какие-то курсы, да, они шикарные инструменты, да, я их продаю, я помогаю там партнерам вести свой бизнес в Телеграм и так далее, но это не то, это другое. А когда я умею торговать на рынке, я вижу тренд, я понимаю, как это все двигается, вот это было бы классно, говорила я сама себе, принималась много раз за это дело и проигрывала, у меня просто не получается. И вот когда 5 месяцев назад, 15 декабря, блин, мне в руки попал инструмент, я поняла, что здесь сошлись мои хотелки, потому что алгоритм, который привязывается к моему биржевому аккаунту с помощью безопасных API-ключей, торгует на нем монетами, которые выбираю я, потому что роботы, которые у меня были до этого, они сами там что-то делали, они сами выбирали, они повторяли за какими-то трейдерами, там, какие-то телодвижения и, собственно, частенько оставляли без денег, меня и моих партнеров. Вот с 15 декабря я ощутила кайф в том, что мои деньги лежат на моей бирже, это не совсем безопасно, да, у бирж тоже есть какие-то заскоки, всякое бывает, но, как правило, в 98% случаев с деньгами на бирже мало что может случиться, главное их там не хранить в большом количестве, для этого есть кошельки специальные, да, которые могут быть у вас дома на флешке, но дело не в этом, а в том, что я деньги не отдаю третьим лицам, либо на дяде. Все-таки верифицированные биржи, топ-3 биржи, с которыми работаем, работает наш алгоритм Bybit, Binance, Коби, ну, это бесспорные лидеры, соответственно, с ними есть заключенные договора и так далее, но каждый на своем аккаунте несет свою ответственность, да. И алгоритм, работая с моими деньгами, каждый день генерирует прибыль. Прибыль зависит от многих факторов, сразу вам скажу. В начале декабря я заходил, у меня был очень маленький депозит, 52 доллара. Перед Новым годом, дети, подарки, там осенью бизнес что-то не сложился и так далее. Естественно, что депозит раскачивается, конечно, он увеличивается, и я вижу, что доходность может быть разная от 100 рублей в день, 1000 рублей в день, 12000 рублей в день. Зависит от многих факторов. Если я захожу в алгоритм тогда, когда рынок весь зеленый, и мы видим графики на пике, монеты на пике своих позиций, это не самое лучшее время заходить, скажу я вам. Но начиная с декабря месяца мы падали 4 раза за это время. Рынок поднимался, падал, поднимался, падал, поднимался, падал. Поэтому доход зависит не только от суммы депозита, он играет роль. Но поверьте, я видела множество аккаунтов у партнеров, которые заходили 300 долларов, и у них прибыль была в процентном соотношении в иной раз больше, чем те люди, у которых, допустим, 1000 долларов лежит на аккаунте. Это зависит от точки входа в рынок, это зависит от выбранных монет, это зависит от настроек сетки, алгоритма, который позволяет нам зарабатывать деньги каждый день. Да, бывают дни, когда нет прибыли совсем. Такое тоже бывает у партнеров. Если выбрана одна монета, которая ходит, например, за биткоином, биткоин упал, монета упала, сидим ждем, депозит маленький, его нет. Бывают дни, когда алгоритм приносит 5, 8, 12 процентов. Это рекордные суммы, они тоже бывают. Но усредняясь, я реально понимаю, что 15 процентов в месяц может иметь практически каждый человек, который более-менее разобрался в настройках, правильно зашел на рынок и взял разных типов монетки. Монетки разных типов, это что это значит? Есть те, которые повторяют график батюшки биткоина, есть те, которые ходят сами по себе, ну, к примеру, тон. Есть мэпкоины, которые мы вообще не рекомендуем брать, потому что это опасно, они могут обвалиться, но народу очень нравится горяченькая, остренькая и перченая. Да, у нас партнеры берут мэпкоины, то это пэпи, доги, флоки, еще четвертый какой-то забыла. Но это не финансовая рекомендация, нифига вот вообще. То есть, когда мы начинаем работать с алгоритмом, мы должны четко понимать, какие мы берем инструменты. Ну, если для девочек объяснять, это у вас стиральная машинка есть, и качество белья будет зависеть от выбранного вами порошка, от средства, да, от температуры воды, которую вы выставите, от режима стирки. Ну, 30 минут стирать, либо 90 минут стирать. И опять же, что это такое? Это повседневное нательное, либо это постельное? Вот здесь точно так же. В этом алгоритме есть настройки. Разобраться можно? Можно. Блин, ну, с мультиварками, там аэрогрилли, кофеварки. Я вот честно вам скажу, я не кофеман, вообще не кофеман. Вот. Кофе пью не часто, и кофемашин у меня нет. Когда я перехожу к друзьям, они говорят, ну, давай, Оль, давай мы тебе. Ну, давайте, ну, сделайте мне какой-то вкусный кофе, удивите меня. И я смотрю, как они там это нажимают, сюда долили, здесь какая-то капсула, тут вот это вот. Думаю, ешкин кот, у меня-то на бирже под скриптой, да я вообще там вон что могу. А вот это я не понимаю. Но это все дело практики, вы же понимаете, да, просто посмеялись. Это дело практики. Научить обращаться с кофемашиной, можно человека точно так же, как и обращаться его, допустим, с крипто-кошельком. Есть определенные правила безопасности, которые нужно соблюдать. Чего я вам про алгоритм рассказываю? Давайте я вам открою слайды, и мы вместе посмотрим наглядно и обсудим кое-какие детали. Какая молодец, выключила видео, трансляцию не включила. Сейчас мы включим трансляцию и поедем с вами дальше. Так, транслировать экран. Хорошо. Включаем слайды. Так, друзья мои, алгоритм, который с 15 декабря приносит деньги каждый день мне, моим партнерам и людям, которые привязали этот алгоритм с помощью безопасных API-ключей к своим биржам, называется HASH7. Вообще так называется компания HASH7 Labs Limited. Компания, которая, по сути, взяли модели нескольких велосипедов, слепили из них, взяли все самое лучшее и слепили идеальный, на мой взгляд, образец, который доступен людям практически без подготовки. То есть на сегодняшний день, отсмотрев много конкурентов и будучи владельцем разных ботов, четырех разных компаний в прошлом, я понимаю, что это совершенная модель, которая проста в управлении, в освоении и максимально безопасна, насколько это возможно, в крипте. То есть Infinity Grid Bot, спотовый бот, который на сегодняшний день работает с моими деньгами, что он делает? Он делает очень простые вещи, которые знают абсолютно все. Нужно купить дешево, продать дорого. Из этого складывается прибыль. Спотовый бот – это не фьючерсный бот, он безопасен. Здесь нет никаких плечей, рукавов. Здесь, если мы не выбрали какую-то стремную монетку, не поставили ее в бот, не может быть скама, как вчера одна девушка пришла и говорит, «Ой, слушайте, ну вы-то работаете уже шестой месяц, наверное, скам скоро, господи». Почему же люди не слышат и не понимают? И даже если что-то случится с компанией, не дай бог, максимум, что я потеряю – это возможность ежедневной прибыли. Потому что если компания перестанет работать, перестанет работать мой алгоритм на бирже, но все мои деньги в активах останутся со мной. Вот это очень важно, ребят, услышите, пожалуйста. То есть все мои деньги будут лежать на моей бирже, даже если что-то с компанией вдруг случится. Ну вот это самая, видимо, большая такая боль всех людей, которые в интернете где-то что-то когда-то теряли. Настройки здесь действительно достаточно просты. Внутри приложения всего три вкладки. Когда мы пришли в декабре, у нас было одно интервью SEO компании-разработчика и одно видео от партнера. Теперь у нас десятки видео, если не сотен, которые можно посмотреть, начиная там от трех минут, заканчивая полутора часами и разобраться в этом инструменте. То есть Infinity Grid Bot последовательно закупает на падении и продает на пике продаж. Но при этом он может делать в день 20, 30, 48, 62 сделки. Неважно, у нас трейдера, которые работают с нашим ботом, говорят, офигеть, мы руками так не сможем. Мы руками так точно не сможем. Наш сайт hash7.io. Здесь есть презентация. Есть вот такая схемка. Смотрите, это наглядный показатель, как работает Infinity Grid Bot. Вот мы начинаем с левой стороны. И первая покупка у нас идет, вот она, бот покупает. Если график, если курс идет вниз, он делает вторую покупку, еще одну покупку, четвертую покупку делает бот. Потом график разворачивается. Ну, так всегда. Вы помните, что график любой, это как сердцебиение. Кардиограмма вверх-вниз, вверх-вниз. Поэтому после каждого падения будет вершина, а после любого взлета всегда будет коррекция. Так вот, допустим, после четвертой позиции график развернулся и пошел наверх. В первую очередь робот продаст эту четвертую позицию. Затем он продаст третью позицию и может снова купить, потому что у него есть свободные деньги. И эту цену он видит. Должна сказать, что на 1% больше, либо на 1% меньше. Это те цены, по которым ориентируется робот и покупает. Меньше, чем на 1%, если откатилась последняя покупка, он покупать не будет. То же самое с продажей. И вот таким образом, покупая и продавая, он делает прибыль. То есть за USDT покупается актив, монетка. Ну, к примеру, то USDT ушла в монетку. Вот здесь вот алгоритм купил. И вот здесь находится он в монетах. Далее курс развернулся. Бот видит, что можно продавать и делать с прибыль. Он продает актив, продает монетку и снова уходит в USDT. Таким образом, у наших партнеров на счетах, на торговом счете, на бирже, что правильно, увеличивается USDT. Мы работаем с ними. Как выглядит работа робота на бирже? Вот таким образом. Это график. Ярлычки зеленые buy. Он, значит, купил, ярлычки красненькие, sell, робот продал. Причем в одном ярлычке может быть сразу несколько сделок, несколько позиций. Для этого у нас есть приложение, которое скачивается на телефон и на Android, и на iOS. И уже в этом приложении у нас там есть полный расклад по сделкам, по позициям. Не буду вас мучить деталями, только покажу, как, допустим, мы видим ежедневный отчет. Вот с левой стороны на белом скриншоте мы видим дату. Дальше мы видим, какие монеты стоят у владельца робота. Ну, та самая PayP, которую мы не рекомендуем брать. Но тем не менее, смотрите, она сделала за вчерашний день самую большую прибыль. Монета, тонн, 12 продаж. Это вот за день отчет получается. PayP, 32 продажи. Когда рынок не сильно волатилен, вот такое. А бывает, что рынок, когда идет вверх, робот молотит. Только да, и здесь написано и 40, и 50, и так далее. Напротив каждой монетки видим сумму в USDT, которую торговал бот. И, естественно, мы должны отталкиваться от депозита, который есть у владельца робота. Ну, в данном случае, честно, стырила скриншот перед презентацией. Не посмотрела, какой у человека депозит. Но, допустим, будем считать, что у него 2000 долларов. Так, на правом черном скриншоте это мы видим сводку по дням. То есть каждый день, например, 13 мая 143 доллара, 12 мая 60 долларов. Вы скажете, нифига себе, больше, чем в два раза. Да, а я вам сразу и говорила, что здесь чудес не бывает, как в хайпах, когда вам сказали, 2% точно вы будете иметь. Но, правда, там недолго. Да, 6 мая эта сумма составляла 234 доллара. А, допустим, вот 12 мая 60 долларов. Разница, разница. Но мы не знаем, здесь владелец, как распоряжался. Возможно, получив прибыль, 7 мая он просто увел часть денег с торгового на финансовый аккаунт. Поэтому вот здесь 5-6 мая за 200 долларов была прибыль, доходность. Ну, да, прибыль, недоходность. А затем она вот стала уменьшаться. Может быть такое, что человек просто увел деньги, либо курс был не настолько волатилен. Что по поводу алгоритма? Как же человеку, который все-таки понимает, что нужно жить на проценты, а не на свою работу, его приобрести? Лицензия на год. Пока. Возможно, еще несколько часов. Возможно, еще несколько дней. Стоит всего 100 долларов. Однозначно будет подъем цены до 140 долларов. А если вы это смотрите в записи, допустим, в июне месяце, то уже, скорее всего, будет 140 долларов. Сегодня у нас 14 мая. Стоимость годовой лицензии. Но, друзья мои, это очень небольшая сумма за ту работу, которую делает алгоритм за нас. То есть, вникнув в процесс, поняв один раз, как он работает, присмотревшись, как делают другие, начитавшись информации, вы настраиваете робота таким образом, что он может у вас, ну, вы сейчас видели сами на скриншоте, и стоит 200 долларов в день давать прибыли. Поэтому стоимость 100 долларов на целый год, я считаю, это ни о чем. Причем, что у нас все партнеры получают доступ к чатам, к аналитике, где мы делимся. Утро начинается, там, например, в чате результатов. А чего у тебя какая монета? Как в школе, помните, было? Дай списать. А у тебя какая сетка? Что настроено? Поделись. То есть, это очень занимательный процесс. И, естественно, мы еще изучаем монетки. Это классно. Я становлюсь криптонумизматом, потому что за каждой монеткой стоит своя команда разработчиков, свой блокчейн, свои технологии. Вообще, ну, это крутые знания, которые позволяют мне открыть себе другой источник дохода, как холдера. То есть, я понимаю, какие монетки перспективные. Я не просто их ставлю в робота, чтобы он мне с них делал прибыль. Да, на их волатильности. А я их покупаю и просто храню на бирже. Я про них забываю на 3-6 месяцев, на год, там, ну, дальше уже, как карты лягут, как говорится. Далее. Какие комиссии у нас еще есть? Комиссия компании за прибыльную сделку. А других у нас не бывает. Настолько прибыльной сделки. 20%. То есть, допустим, сейчас вот бот сделал вам сделку, и вы получили прибыль полтора доллара. 20% спишется. Но, внимание, друзья, списываются с приложения. Ни в коем случае не с вашего биржевого аккаунта. На вашем биржевом аккаунте робот только может покупать и продавать. Покупать и продавать. Робот не может купить по той цене, не может продать по той же цене, по которой купил. Он всегда продаст дороже. И робот, тем более, уж не может продать дешевле, чем он купил. Ну, это исключено, проверено, нами зафиксировано все нормально. Поэтому 20% комиссии списываются с баланса приложения. Вот. И главное не забывать его пополнять. У нас есть уведомление, которое об этом, кстати, напоминает. Если я занимаюсь тем, что популяризирую компанию, мне это очень нравится, я хочу, чтобы люди перестали внести деньги в нехорошие организации для того, чтобы у них их отбирали, я популяризирую наш алгоритм, продвигаю компанию, продаю лицензию, и мне за это компания платит. Деньги за продажу лицензии мне приходят на счет приложения. Чтобы их вывезти на биржу себе, ну, либо на любой другой кошелек, USDT, TRC20, я заплачу комиссию 3 доллара. Да, я с удовольствием заплачу компанию, потому что она платит мне, и чем больше я ее продвигаю, тем больше я зарабатываю. Потому что компания еще делится со мной своим доходом. Вот те самые 20% комиссии за каждую прибыльную сделку, которую имеет компания, она также делит со мной. Вот. Это очень ценно. И замечу, друзья, что не имеет значения, какой депозит у моего партнера. Если в других моментах, фондах, компаниях, проектах от депозита человека все, скажем так, и пляшет, вознаграждение все партнерские, я имею в виду, то у нас здесь такого нет. Нет. Мне все равно, с каким депозитом придет человек. Далее. Что мы с вами еще обсудим? Да, продукт, который точно ориентирован на потребителя. У меня в команде есть люди, которые пришли с земли, у них никогда не было крипты, у них не было криптобирж, они не понимали, как установить Google Антификатор. Тем не менее, они справились, сделали это и теперь свободно зарабатывают. Даже уже без моего присмотра сами заводят, переводят, что-то там меняют, делают. Ну, в общем, короче, движуха идет полная. И действительно, хэш-7, приложение, в котором есть три вкладки. Это максимально удобно, потому что если мы даже возьмем биржевой бот, который там есть, мне говорят, вот на бирже есть бесплатный бот. Конечно, но в нем столько геморроя, там столько надо, блин, всего знать, уметь ориентироваться. Мама дорогая, это лабиринт какой-то, а он еще и средства замораживает на бирже. У меня средства всегда в доступе. У меня были такие случаи вот за это время, что я работаю с хэш-7. Нужны деньги для семьи. Блин, ну нужны деньги. Я захожу на биржу, забираю деньги. Извиняюсь, перед ботом говорю, прости, пожалуйста, я тебе верну. Ну, конечно, я беру сама у себя. И все. То есть у меня ничего не замораживается. Это очень удобно, когда деньги под рукой, когда все просто и когда все автоматизировано. Я могу даже приложение удалить с телефона, а мой робот будет продолжать приносить прибыль. Я правильно настроила сетку, и алгоритм работает сам по себе. Команда. Это, ну, я считаю, отдельная вообще тема. О ней можно говорить очень долго. Да, разработчики реально крутые ребята. Ну, просто крутые. У них 12 лет бэкграунда. Причем такого, что работали с искусственным интеллектом, с банковским ПО, с европейскими компаниями, с американским рынком. Там очень много всего. Если послушать нашего SEO Максима Фиолия, вы поймете, ну, чтобы вот воду просто так не толочь в ступе, вы поймете, какой уровень специалистов здесь работает, как они откликаются. Так, причем ребята есть в официальном чате компания. Сам SEO свободно общается с владельцами алгоритма, отвечает на все вопросы. Это на самом деле ценно. И те продукты, которые они заложили, будут у нас в ближайший год, они, блин, ну, вообще просто я балдею. Мне очень нравится, что у меня есть не только настоящее, у меня еще есть перспектива. Но еще ценность команды в том, что они не говорят, а они сначала делают, а потом об этом говорят. Вот все проекты компании, в которых я была, танцы, бубны, барабаны, флаги, не знаю, ордена нашей медали, у нас будет вот так. Так, на самом деле, ну, было из того, что они говорили, там, процентов 10. Команда Hash7 Labs сначала делает, потом об этом уже сообщает. Вот, поэтому, ребят, вот в таких сообществах нужно как раз крутиться. Здесь действительно ловишь кайф и понимаешь, насколько ты, в безопасности твоей партнеры, в безопасности, все продумано, где и что должно быть. То есть я понимаю, что работают профессионалы, которые создали гитбук в том числе, в котором можно зайти, посмотреть, вот все пролазить. Если вы из тех людей, которые любят печати, штампы, чтобы были все лицензии, все расписано, у нас все это есть. По поводу особенностей, да, это действительно пассивный доход 24 на 7, но я бы его назвала интеллектуальным пассивным доходом. Если я хочу получать 30, 40, 50 процентов в месяц, все-таки я должна разбираться в работе сеточного бота, я должна изучить ту информацию основную, которую дали мне разработчики. И если я эту информацию осиливаю, все, у меня будет хороший процент, несмотря на рынок. Да, бывает такое, что медвежка наступает, мы уходим в минус, но из этого состояния тоже есть выход. И да, можно иметь 5 процентов в месяц, но при этом можно сделать и 50. Самое главное, что пассивный доход был не просто вот по кнопочке нажал, ушел, вернулся через месяц, а что это у вас тут? Ну, все-таки нужно быть в процессе. Даже владельцы автомобилей, которые на зиму, скажем так, ставят их, чтобы не ездить, все равно приходят периодически. Снег сметают, колеса поддувают и так далее. Вот здесь речь идет о больших деньгах, которые можно сделать за очень короткий период времени. Крипта вообще в принципе дает возможность зарабатывать большие деньги. А когда есть торговый алгоритм под рукой, ну, грех не зарабатывать, друзья. Что у нас будет? Амбассадорская DAO, ну, по идее, она воплощается уже сейчас, потому что разработчики прислушиваются к партнерам, идет обратная связь. Если партнеры говорят, что, ой, ну, там вот, пожалуйста, сделайте отображение партнеров, чтобы было не по дате регистрации, а, например, по дате активации. Ребята, пожалуйста, было сказано, стало сделано. Очень круто. Но это мелочи, это все-таки технические мелочи по сравнению с теми масштабными мероприятиями, которые будут в принципе реализованы. Сейчас у нас один сеточный бот, а будет еще несколько ботов, которые будут работать на наше с вами благо. Удобство и простота, да, сказала. Партнерская программа, конечно, многофункциональный продукт однозначно. Будет фьючерсный бот, бот ДЦА, усредняющий который, искусственный интеллект. Ну, там вообще дальше будет очень интересно. Партнерская программа от доходов компании выплачивается 90% в сеть, как я уже сказала, от продаж лицензий и от прибыли сети. И также есть лидерские и другие разные бонусы. Ну, вот бонусы, которые мы сейчас осваиваем, каждого первого числа месяца приходят при определенных условиях. Все это можно тоже посмотреть в гитбуке на сайте, либо делаем отдельную презентацию по партнерской программе. Деньги, которые можно здесь зарабатывать, 500-600 долларов можно заработать первые несколько дней. Если вы настроены активно и продаете лицензии самостоятельно, популяризируете продукт, то это действительно 500-600 долларов вы можете заработать за несколько дней. Кто-то это растягивает на недели, на месяца. Тот, кто берется и говорит, я хочу, чтобы у меня депозит был большой, я не хочу со 100 долларов начинать. Пожалуйста, вот тебе удочка, мы помогаем. У нас школы, обучение, марафоны, поддержки, фокус-группы, все, что хотите. Самое главное поднимать руку и говорить, что, блин, я хочу. Вот помогите мне в этом моменте, и мы реально помогаем. Так, дорожная карта. Да, у нас по-прежнему идет открытый тестовый период. Мы сильно прогрессируем. У нас добавилось в приложение много разных функций. Ну, то, что там в технике делает ребята, даже не буду. Вот это дачу дроссельные заслонки для меня слова. Значит, что мы еще, к чему мы пришли, к этому слайду. А, ну, наверное, да. Наверное, мы подошли к концу. Ну вот, смотрите, мы начинали с вами с чего? Сейчас я погашу экран и снова к вам вернусь. Начинали с того, что деньги – это энергия, и это, по сути, атрибут, который каждый человек хочет иметь в достаточном количестве. Ну, кто-то в небольшом. Так, закрываем, прекратим трансляцию. Кто-то в небольшом количестве, а кто-то и в большом количестве. В данный период времени все зависит от нас с вами. Ребят, на самом деле, есть у нас деньги, и мы хотим их приумножить. Значит, нужно отдать их в работу алгоритму хэш-7. Посмотреть, как это работает, даже начать с небольшой суммы попробовать. Если у нас нет денег, значит, нам нужно тем более, как можно быстрее начать работу с алгоритмом хэш-7, для того, чтобы у нас эти деньги появились. Потому что тренд бычьего рынка, он весьма непродолжительный. Летом, возможно, мы будем не так сильно радоваться, как осенью. Но мы помним, что после каждого взлета наступает падение. Но сейчас, когда мы на предстарте и у подножия той горы, которой пойдет крипта и начнется сезон альтов, почему бы здесь и сейчас не начать, не заработать действительно большой… Ну, вот за этот период, ну, допустим, возьмем полгода, на мой взгляд, если отслеживать предыдущий бычий тренд за полгода, можно заработать столько, сколько за следующие три года. Возможно, я не права. Но аналитика, она сильная такая, штука сильная, ее не обманешь. Так, не буду вас больше задерживать. Для тех, кто понимает, что деньги должны работать, если вы хотите пристроить их на работу, обращайтесь к тому, кто дал вам информацию про хэш-7, и дальше уже осваивайте работу с алгоритмом. Для тех, кто работает уже с нами, я вас поздравляю. Не останавливайтесь изучать эту тему, продолжайте ее продвигать в массы и зарабатывать на своих собственных деньгах. Я останавливаю запись. Если у нас есть вопросы, мы тогда их обсудим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова